Здравствуйте, друзья! С вами Иванова Галина. Сегодня я продолжаю рассказывать о тюльпанах. Недавно я показывала, как сделать три разных бутона тюльпана из бумаги. А сегодня я покажу, как сделать к ним листья, ствол, соединить их, чтобы использовать для букетов. Кстати, еще один вариант композиции из тюльпанов. Вы видите его сейчас на экране. Вы можете тоже сделать по моему мастер-классу. Ссылочку на него я оставлю в правом верхнем углу и в описании под видео. Так же, как и ссылочку на бутоны тюльпан. Листочки для тюльпана делаю очень просто. Полоску шириной 10 см, длиной 21 см складываю наполовину. Разворачиваю. И все четыре уголка сгибаю к центру. Но делаю так, чтобы немножко не доходить до середины. Чтобы оставалось расстояние примерно 2 мм. С одной стороны так делаю и так же делаю с другой стороны. Теперь уголки опять сгибаю к середине. Тоже немножко не доходя до центра. С этой стороны, где складывала в последний раз, сгибаю еще раз стороны к середине. Тоже оставляю небольшое расстояние. И теперь верхнюю часть листочка вот так подкручиваю. Можно ножницами. Я делаю просто пальцами. И получается вот такой листочек. Для одного тюльпана делаю два листочка. Стебель я делаю из проволоки. Мне так нравится больше. Они получаются гибкие, прочные. Можно наклонить как угодно. Беру проволоку. У меня такая вязальная, тонкая. И вначале ее обкручиваю цветной изолентой. У меня она зеленая. Как раз в тон. Начинаю и обкручиваю. Так стебель у меня получится более... Немножко более толстой. Вот как здесь. И немножко, если мне нужно, изоленту вот так подтягиваю. И так делаю до конца проволоки. Проволока у меня длиной 35 см. Такой стебелек, чтобы сделать его потолще. Хотя можно оставить и так. Но я обкручиваю его еще гофрированной бумагой. Она тянется в эту сторону. Полоской шириной примерно 3 см. А если взять проволоку более толстую, то можно обкрутить один раз. Например, только изолентой. Или взять флористическую проволоку. Но такая проволока не всегда есть под рукой. Поэтому показываю способ, который тоже, на мой взгляд, можно использовать. Обкручиваю примерно так же. Тоже немножко ее растягиваю, бумагу. Как делала с изолентой. Получается вот такой ствол. И теперь буду соединять с бутончиками. И так, здесь делаю небольшую дырочку. Вот так срезаю небольшой уголок. Вот сюда на ствол я накручиваю немножко бумажки. Он мне проскакивал через бутон. Наношу клей. Вот в этот бутончик вставляю изнутри. И даю время клею подсохнуть. Для вот этого бутона, вот эту бумажную шайбочку я делаю побольше. И приклею его, ее как бы снаружи бутона. Иначе бутон никак не хочет фиксироваться на стволе. А так он хорошо приклеивается. И получается довольно надежно. Если у вас есть другие способы, как фиксировать бутон со стволом, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваш вариант. Приклеиваю листочки к стеблю. Один приклеиваю повыше, второй ниже листик. Использую в работе густой столярный клей ПВА. Хотя можете любой, какой вам, с которым вам нравится работать. И второй приклею где-то вот сюда, вот так, пониже. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, у вас получились красивые цветы. Если мои мастер-плассы нравятся, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И увидимся в новых видео. Пока!